Партнер рубрики компания Янта. Янта. Есть вкусно! Приветствую всех, кто не против пополнить копилку рецептов новым блюдом. Аналитическая компания проанализировала типичный рацион жителей 125 стран мира и составила рейтинг с транс наилучшим и наихудшим питанием. Оказалось, что лучшая еда в Голландии, Франции и Швейцарии. Правда, вкусовые качества еды не лучшим образом сказываются на фигуре. Для этих стран актуальна проблема ожирения. Россия на 44-м месте. При относительно высоком качестве еды у нас слишком высок уровень ожирения и диабета. Су-шеф ресторана «Дары небес» Александр Ковецкий призывает вас есть вкусную и полезную еду и учит, как ее готовить. Еще одно блюдо по на азиатской кухне – морепродукты с овощами. Перец сладкий, вот эту мягкую часть мы удаляем, как всегда. Нарезать его нужно достаточно крупно, как и лук. Александр предпочитает красный. От него меньше остроты, и он красиво смотрится. Морепродукты нужно замариновать. Лучше использовать рисовое вино. Ну, херес – это вполне заменяемая вещь рисового вина. Вместо соли – соевый соус. В этом маринаде оно у нас стоит. Морепродукты маринуются достаточно быстро. Оно стоит у нас буквально 10-15 минут. Сковородку надо предварительно раскалить. Добавить туда масло от янты. Небольшое количество. А там по мере приготовления, ну, видно будет, стоит добавить или не стоит. Соевое масло способствует уменьшению холестерина в крови, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему. Оно считается рекордсменом среди других растительных масел по количеству микроэлементов. Содержит жизненно необходимые жирные кислоты. Вся фишка в том, вот, то, что масло хорошо раскалено. Об этом вы узнаете, когда появится белый дымок. Надо вот так вот масло прокалить. Очень хорошо. Блюдо это готовится достаточно быстро. Морепродукты долго жарить нельзя. Овощи должны сохранить, вот, свой вкус аль денте. Ну, как бы, они сверху ошпариваются, и все. Чтобы сохранить полезные свойства овощей. Все, мы уже горим. Кроме перца и лука, в вок отправились также заморозка, мини-морковь и спаржа. Как только огонь потух, повар добавляет устричный соус. Немножко бульона. И под конец кокосовое молоко. Если не нашли, замените жирными сливками. Кокосовым молоком все это дело затягивается. И получается вот такое, паназиатское блюдо. С европейским таким уклоном. Мы можем подать к этому блюду соус от Янты, тысяча островов. Этот соус, как бы, он, он неплохо подходит к морепродуктам. Наши блюда паназиатской кухни «Дары моря» готовы. Приятного вам аппетита. Ученые из университета Аризоны доказали, что добавление к овощам натуральных соусов помогает развить любовь к овощам у детей в дальнейшей жизни. Исследование показало, что дети, которые ели бруссельскую капусту с сырным соусом, находили ее гораздо более вкусной, чем без добавок. Ученые надеются таким образом приучить детей есть больше овощей, что сократит проблему детского ожирения. Думаю, что и другие полезные продукты с соусом они будут есть с удовольствием. Для приготовления «Даров моря» вам понадобится по 100 граммов кальмара, гребешка, креветки и сладкого перца, по 50 мини-моркови, красного лука и спаржи, 1 столовая ложка соевого соуса, столько же хереса, в два раза больше устричного соуса, 80 мл любого бульона и столько же кокосового молока, соевое масло от Янты 100 мл и 2 столовые ложки соуса «Тысяча островов» от этого же производителя. Партнер рубрики «Компания Янта». Янта. Есть вкусно!